1 ноября 1578 года родился национальный герой России князь Дмитрий Пожарский. Подробнее о его личности и роли в истории говорим сегодня в эфире программы «В контексте». У нас в гостях кандидат исторических наук, председатель общественного движения «Севастополь-Таврический» Вадим Прокопенков. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Известно, что Дмитрий Пожарский один из потомков Рюриковичей знатного и богатого рода. Расскажите о его происхождении. Да, происхождение было знатного и дата его рождения установлена 1 ноября 1578 года, ровно 438 лет назад. Хотя, кстати, четкого документа на эту тему нет. Объясняется это тем, что в XVI-XVII веках в основном дата была крещения. Ну вот место рождения князя Пожарского тоже говорится. Клинский уезд, Тверской губернии. Если географически точнее, это немного севернее Москвы. Но у его мамы, была приданной Марии Федоровны, было такое село Берсенево в Клинском уезде, вот где, говорят, вероятно, родился Дмитрий. Действительно, он представитель рода Рюриковичей, но еще он потомок в XIII колене рода князя. Сначала он был Владимирским, потом Киевским. Юрия Долгорукова. Пожарские, есть такая тоже историческая информация, они потомки рода одного из известных князей, Всеволод Большой Гнездо. Так почему его называли? У него было просто 12 детей. Такое у него было прозвище. А вообще, родоначальник рода Пожарских владел такой обширной местностью, называлась она Пожары. Скорее всего, отсюда и происходит их фамилия. Хотел бы сразу сказать, что титул князь, это было наследственный, это был титул. А вот боярин, мы говорим вот о том периоде, это была должность, которая передавалась от государя. Если кратенько сказать о роде, то это вот такая информация. Но историки говорят, что род его уже ко времени рождения Дмитрия Пожарского был уже совсем небогатым, но знатным. А какие основные вехи биографии Дмитрия Михайловича сегодня известны историкам? В 15 лет он поступил на царскую службу, довольно юный возраст, в те времена так было принято. И во времена Бориса Годунова он такой получил хорошую, как можно сейчас сказать, карьеру. Он был с таким титулом «стряпчий по платьям». О чем идет речь? Он подготавливал на церемониях атрибуты одежды государя. Ну и, конечно, отвечал за их хранение. Вообще подчинялся он «стряпчему с ключом». Ну, «стряпчий» — это как управитель какой-то отдельной сферы. А «стряпчий с ключом» уже владел всем гардеробом, почетная должность была, был прямой доступ к царю. Раньше коммергеры, позже вернее, такое звание стало более известным уже в поздние годы. 24 года он себя зарекомендовал очень прилично при царском дворе и получил чин стольника. Это тоже приближенная к царю должность. Вот он участвовал и принимал непосредственное мероприятие технического характера, скажем так, при подготовке царских обедов. А вы знаете, что во время царских обедов это была небыстрая процедура, обсуждались многие государственные и политические дела. Вот. И он таким образом получил очень хорошую карьеру, а уже в 1610 году даже себя проявил опять очень позитивно при царе Василии Шуйском и получил такое небольшое поместье в отчину в том же Клинском уезде. Ну, оно было очень небогатое такое. Это было сельцо и маленький-маленький такой городец. Ну вот, а в 1611 году произошли известные события, когда он возглавил ополчение. Как все происходило? Ну, действительно, много есть такой очень в последнее время верной, правильной исторической литературе на эту тему. Вот, когда мы говорим о 1611 году и создании второго ополчения, то мы говорим о Нижнем Новгороде. Вот что интересно, что Нижегородская территория, это была такая непокоренная территория, потому что нижегородцы, имея такой мощный Кремль, они и тактику, и стратегию вырабатывали таким образом, что чужеродцы, вот эти интервенты, они не могли просто так с кондачка взять этот город. И все они отбивали нападение. Это было такое особое какое-то, ну, можно сказать, такое сообщество людей, которые даже помогали соседним городам. Иногда они выходили, и вот в период смутного времени. Но к 1611 году уже надвигалось, многим было понятно, как правильно бы сейчас сказать, что надвигалась национальная катастрофа. Даже появляются какие-то уже эпические легенды, тексты, стихотворения о том, что вот рушится Святая Русь. Вот, как говорили, наступило время погружения в Крамолы. Крамолы – это преступления, какие-то мятежи, потому что вся территория Руси, ну, все, что угодно было. Он только целых три лжедмитрия был, такой нонсенс сам по себе. Вот, и в это время, когда уже точка кипения доходит, ну, до своего эпогея, появляются три интересных личности. Конечно, это патриарх Гермогена, о котором нужно будет отдельно говорить, вот, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. И вот именно очень приятно, что нижегородцы именно избрали этого человека. И, в общем-то, если сказать кратко, как это все происходило, в сентябре 1611 года приехала такая делегация к Дмитрию Пожарскому, и они просили его возглавить ополчение. Вот, он такими качествами уже сложившимися обладал на то время. Они сказали, что мы начали собирать уже денежку, потому что очень важно было. Очень важно было создать профессиональное войско. И многие люди, разного достатка, уже был такой призыв, давайте отдадим пятую деньгу, то есть пятую часть своих доходов. Многие люди на это шли, потому что понимали, все, приближаться может национальная катастрофа. Вот, Вусь была очень близка к этому. Но интересно, что князь Пожарский сказал такую вещь этим послам. Говорит, да, я могу пойти на это, но при одном условии. Пожалуйста, отграничь от меня от финансовых вопросов. И что интересно, что по всей видимости историки говорят, что они встречались уже где-то с Кузьмой Мининым. И вот он предложил кандидатуру вот этого купца. Вот, купец такой был он средней руки, но тоже удивительная историческая личность. Вот так промыслительно была она выбрана. И потом они пошли с ополчением ближе к Ярославлю. Там был создан совет в самом городе, совет всей земли. И потом они стали двигаться в сторону Москвы. Вот интересно, что московское княжество, оно было представлено самим Кремлем, но вокруг были монастыри. И поляки, которые, кстати, на два года потом засели в Кремле, они прорывались все время туда. Для чего? Для того, чтобы поставлять оружие и, главное, что продовольствие. И вот был такой Гетман Хаткевич, сыграющий, играл который очень важную роль в процессе смутного времени. Он уже в августе 1612 года шел огромный продовольственный обоз. И Дмитрий Пожарский понимал значение вот этого мероприятия. Нужно было любыми средствами его отсечь, чтобы они не попали в Кремль. И там дальше могли быть совершенно неприемлемые события. Потому что уже это семи боярщин, эти семь товарищей, которые попали туда в окружение, и говорили, что боярского дома на самом деле нет. Они изурпировали власть и уже хотели ставить Владислава, это польского королевича католического, на царствование на Руси. Поэтому очень все это было важно. Вот этот вот Ян Карль Хаткевич, это был очень серьезный выначальник, известный во всей Европе. И Дмитрий Пожарский это понимал. И его решение, его ответственность в то время была колоссальным. Что интересно, что когда они стали прорываться к Кремлю, то именно монастыри стали, знаете, таким духовным щитом, в том числе, для того, чтобы это войско не прорвалось. Известное сражение у Новодевичьего монастыря, называется Московская битва, вот она проходила с 21 по 25 августа 1912 года. Очень известная история о сражении у храма Святого Климента, когда поляки там поставили флаг за Москворечие. Климентовский острожок была такая территория. Возмущенные русские воины просто порубили 700 человек. Это такие события очень интересные, серьезные. Или, например, стояние в Троицком монастыре, Троицкая осада. Свято-Троицкий монастырь 16 месяцев держал осаду вражеских войск, и наряду с воинами и монахи сражались. Поэтому, ну вот, в общем-то, ему удалось громить польские отряды, и они не прошли в Кремль. Что было в Кремле в это время? В это время там был страшный голод. Начали уже варить греческие пергаменты из библиотек, кожу. Многие историки аккуратно говорят о том, что там были и случаи людоедства. Поэтому, с одной стороны, ослабление власти поляков в Кремле, с другой стороны, решающие сражения, вот, такие мощные победы с поляками на подходах к Москве. И, в общем-то, произошло так, что князь Дмитрий Пожарский предложил сдаться полякам и литовцам, которые были в Кремле, и они, понимая всю бесперспективность ихнего там нахождения, они сдались. И вот 4 ноября вот это событие состоялось. А уже 5 ноября на площади, которая называется сегодня Красный, состоялся торжественный, благодарственный молебен. Потому что, конечно, все те люди, которые принимали участие в этих основных сражениях, они понимали и знали, что заступничеством на Руси является православная вера. Конечно, известная история с казанским образом, иконы Богородицы сыграла свою роль, и они свято верили в это. Поэтому, конечно, в этих сражениях на свои силы рассчитывать приходилось, но и вера укрепляла. Таким образом, основной эпизод «Смутного времени» завершился так, и слава Богу. Ну вот как раз после завершения «Смуты» сыграл ли Дмитрий Пожарский решающую роль в «Вошественном престоле Романовых»? Да, дело в том, что таких вот четких сведений, что он поддерживал бы вот эту новую власть, Романовых не было, но он принимал участие в создании ряда законов, он выступал с инициативами. Например, он предложил по 10 человек, чтобы избирались из городов представители в Думу. И он, в общем-то, несмотря на то, что был знатнее многих, те, которые стремились тут же к Михаилу Федоровичу, первому Роману, царю, который в 1613 году был призван на царство, тут же облепили все эти товарищи, которые любят власти, конечно, деньги. Но он отошел в сторону, он не просто не хотел попасть даже в ближайшее окружение, он просто не хотел находиться даже в составе, условно говоря, вот этой вот новой власти. Но ему предложили должность приказа, который, в общем-то, называется «Уголовный розыск всей Руси», если так современным языком сказать. И также предложили ему возглавить позже Ямской приказ. И вот Ямской приказ, это тоже была почта, связь, это дороги Руси. Он отнесся к этим всем вещам очень ответственно, очень положительные, как бы сейчас сказали, отзывы по его службе. И в 1625 году, кстати, он построил за счет собственных средств храм в честь иконы Божьей Матери, недалеко от Красной площади. И, честно говоря, ему были, пожалуй, некоторые угодья, и, пожалуй, конечно, ему был чин боярина, но эти угодья были малодоходными. Но вот такая скромность этого удивительного легендарного человека, она показывает, что можно с таких людей брать пример. Безусловно. Вадим Николаевич, буквально три минуты остается. Вот еще такой вопрос. Память Дмитрия Пожарского, она увековечена в первую очередь памятником на Красной площади в Москве. Наверное, многие его видели, знают, как он выглядит. А есть ли другие памятники и памятные места в России связаны с его именем? Есть, конечно, такие места. В Нижнем Новгороде есть обелиск в честь Козьмы Минина и Пожарского. Кстати, у них был один святой, потому что 1 ноября – это тоже память Козьмы Бессеребренника, святой, конца 3 века. И потом в 2005 году в Нижнем Новгороде по инициативе Лужкова был поставлен точной копией вот этого памятника, как на Красной площади. Но я хочу сказать, что на тысячной купюре, если кто-то сейчас ее достанет и посмотрит, изображена часовня в честь князя Пожарского, который находится в Суздале. Мне очень нравится выражение Гаврила Державина, поэта XIX века, который сказал, что князь Пожарский – герой великодушный. Вот именно на Руси вот это сочетание мужества в бою, а потом прощение врагов. Такие вещи были свойственны и Федору Федоровичу, и святому воину Ушакова, и многим другим таким известным, легендарным личностям в истории России, Руси. И мне кажется, так вот удивительно сложилось, когда вот если внимательно подумать над этим, то воин-князь и купец стали спасителями Отечества. Мне кажется, что вот это очень важная часть нашего духовно-исторического фундамента, мы должны изучать это наследие, знать это все. Ну а, естественно, не просто знать и изучать, а и по мере своих скромных сил служить Отечеству и нашему городу. Брать пример с таких замечательных людей, примеры которых у нас есть в истории. Ну что ж, Вадим Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, рассказали очень много интересного, как всегда. Ну и, конечно, до новых встреч. Спасибо. Это была программа «В контексте». Напомню, личности князя Дмитрия Пожарского говорили с кандидатом исторических наук, председателем общественного объединения «Севастополь-Таврический» Вадимом Прокопенковым. Я желаю вам всего самого доброго. Увидимся в эфире КС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова